Добрый вечер! Начинаем сегодня рассмотрение заданий повышенного уровня сложности по органическим превращениям, по превращениям органических соединений. Вы, наверное, помните, что это задание является заданием, которое имеет наибольшее количество баллов при оценивании, поэтому отнеситесь к нему с повышенным вниманием. Я отключу сейчас видео для того, чтобы была более устойчивая связь интернет. Значит, посмотрите, пожалуйста, соединение исходное обрабатывается цинковой пылью, затем образуется соединение 1, потом обрабатывается ашхлор, соединение Х2, затем спиртовый раствор щелочи, и уже задан, какой продукт получается в результате этой обработки. Поэтому вы можете сразу предположить, если у нас обработка идет спиртовым раствором щелочи, это значит элиминирование галогеноводорода из исходной молекулы. Значит, это исходное, галогенопроизводное какое-то, а здесь это образуется соединение, которое способно присоединить ашхлор. Если вы такими руководствуетесь предпосылками, то вы правы. А затем пропен окисляется. Это алкен, у которого есть концевая, так называемая, двойная связь. Он окисляется иначе, чем соединение, которое содержит внутри углеродного скелета двойную связь. Поэтому Х3, вы знаете, должно какое быть соединение. И затем его реакция с Купром аж дважды. Давайте посмотрим, какими можно руководствоваться предпосылками, и чтобы правильно оформить этот переход. Сразу хочу сказать, от того, как вы оформляете переход, тоже зависит количество баллов, которые вы за него получите. Все органические соединения вы должны изображать структурной формулой. Причем структурная формула может быть вот такая, полусокращенная, а может быть вот такая, так называемая, скелетная формула. И эта формула, конечно, тоже принимается как структурная. Значит, ну говорили мы уже, что при переходе к пропену нам нужна галогенопроизводная. И тогда, вот здесь мы с вами можем предположить, что цинковая пыль убирает два атома брома из исходного галогенопроизводного и происходит замыкание цикла. Иначе вы пропен можете не получить. Значит, циклопропан получается, циклопропан. Циклопропан относится к циклоалканам, у которых напряженное состояние связи, напряженные углеводороды. Поэтому он легко присоединяет, и присоединение идет по месту разрыва связи, поэтому у нас получается концевой атом хлора, концевой. Затем один хлорпропан, вот он у нас, при обработке спиртовым раствором щелочи дает алкен, пропен. Затем пропен окисляется перманганатом калия в водной среде до соответствующего диола, реакция Вагнера. Вы наверняка ее знаете. Я хочу вас сразу предупредить о том, что если даже один какой-то коэффициент у побочного продукта реакции, не у органического, а у побочного продукта, если хотя бы один коэффициент неверен, уравнение не засчитывается целиком. Значит, образуется 1,2-пропан-3-Ол. Извините, пропан-Диол. Значит, у нас пропан-Диол образовался, и дальше он должен вступить в реакцию с копром-ОН-2-жды. С копром-ОН-2-жды вступают в реакцию Диол, так как это реакция образования хилатного соединения, координационное хилатное соединение, повышенной устойчивости, поэтому Диолы и реагируют с копром-ОН-2-жды. И это качественная реакция на многоатомные спирты, потому что если есть гидроксильные группы, которые стоят рядом, они дают возможность образовать вот такую координационную структуру. При этом каждая молекула образует пятичленный цикл, который является устойчивым. Вот таким образом правильно найдены все компоненты этого превращения. Х1-циклопропан, Х2-1-хлорпропан. Затем калий-ОН дает, обработка калий-ОН дает пропен, который окисляется в мягких условиях, перманганат в воде, мягкие условия, маленький окисительный восстановительный потенциал, окисляет аккуратно только до диола. И затем этот диол может прореагировать с копром-ОН-2-жды. Вот таким образом записанные, оформленные все превращения дают вам возможность получить 5 баллов. Один балл за каждую реакцию. За каждую. Ну, с этих же точек зрения мы подходим к выполнению следующего, второго занятия. То же самое у нас, видите, здесь перманганат калия в воде. Уже помним, это мягкие условия. Идет окисление до диола. Затем реакция обмена гидроксильной группы на бром. А уже при обработке этого дигалоген производным аспиртовым раствором щелочи вы должны внимательно отнестись к этому. Элиминируется из молекулы ажбром. Значит, у нас будет один ажбром вот элиминироваться таким образом. И вторая молекула ажбром тоже вот таким образом будет элиминироваться. И получится у нас, соответственно, алкин. И это как раз в соответствии с тем, что следующая реакция предполагает реакцию на активированном угле с повышенной температурой. Эта реакция должна привести к образованию арена бензольного кольца. При этом у нас метильные группы, естественно, в образовавшиеся кольца не входят. И у нас образуется симметричная структура. Симметричная структура 1,3,5-3-метилбензол. И затем у нас идёт взаимодействие с галогеном. А галоген встанет в любое из этих положений. Они равноценны, потому что по отношению к этой группе это будет ортоположение, да? А по отношению к этой группе пароположение. И так далее. Симметричная структура предполагает, что у нас вот бром встанет вот сюда. Давайте проверим уравнение. Все ли вам понятны они? Значит, ещё раз. Реакция Вагнера. Окисление. Алкена до диола. Затем реакция обменная. Обменная. Если вы знаете, в каких условиях она протекает, вы можете написать. H2SO4 концентрированная. Потому что она будет связывать молекулы воды. Если вы не напишите этот катализатор, это не будет являться ошибкой. Но если вы не напишите, что у вас спиртовые группы расположены вот так, в молекуле, это уже будет ошибкой. Поэтому внимательно. Особое внимание структурной формулы. Затем мы получаем алкин. H-бром и вторая молекула H-бром эллиминируются. И получается тройная связь. Тройная. Следующая реакция. Тримеризация. Тримеризация. Три молекулы. Пропина. Вступают в тримеризацию. Образуется симметричная структура. 1,3,5-триметилбензол. И каждое положение, оставшихся свободными для замещения атопов углерода, является вероятным, потому что они равноценны. Вот это, и это, и это положение. Равноценны. Но реакция идет. Замещение в кольце. Катализатор F-бром-3. Его вы должны указывать. Вы знаете, потому что иначе изменение условий протекания этой реакции приведет к изменению продукта реакции. Если вам нужно получить этот продукт, в данном случае вы должны указать катализатор. Это катализатор замещения, электрофильного замещения в кольце. Вот таким образом выполненные все 5 реакций дадут вам возможность получить 5 баллов за этот переход. Следующее у нас начинается с производства галогена алкана. Хлоридан. При галогенировании получается соединение. Затем это соединение обрабатывается водой с катализатором. Вы можете не знать, какой катализатор. Можете просто записать катализатор. Или, скажем так, его не указывать. Но вы должны понимать, какое соединение получится, чтобы оно прореагировало. С реактивом Толлинса образующийся продукт при реакции с каким соединением должен дать ацетат кальция. И затем из него получить еще один продукт. Проверяем, что у нас получается. Значит, если мы изобразим молекулу хлоретана, ну, здесь однозначно галоген стоит. Самое главное, чтобы вы понимали, что замещение хлором второго атома водорода произойдет у этого же атома углерода, потому что на нем заряд плюс дельта будет больше, чем вот здесь. Значит, у нас будет 1,1, где хлоретан. Вот это принципиально. Где пойдет замещение? У какого атома углерода? Вот у первого. Обратите, пожалуйста, внимание. Получили это соединение. При обработке этого соединения водой у нас происходит вообще, говорят четко, это омыление. Значит, здесь в какой-то момент времени может стать группа OH. Здесь и здесь. Здесь, но один атом углерода не может удержать две группы OH. Идет перегруппировка в альдегидную группу. Вот у нас получается альдегид. При омылении такого галогена производного у нас получается альдегид. Затем альдегид, естественно, дает реакцию серебряного зеркала. Посмотрите, пожалуйста, если вы хотите корректно записывать продукты реакции, при избытке аммиака в таком у нас получится соль аммония. Образующаяся соль аммония, реакция серебряного зеркала, выделение серебра, конечно, аммиака. И тогда у нас получается соль аммония при нагревании с кальцио аж дважды. Но, во-первых, будет удаляться аммиак и образовываться соль, соответствующая карбоновой кислоты, то есть уксусной кислоты. Ацетат кальция. И далее. Ацетат кальция при нагревании идет реакция декарбоксилирования, удаляется СО2 и удаляется кальций, и у нас в результирующем действии мы получаем ацетон. Вот так у нас происходит. Посмотрите, пожалуйста. Вот так вот кальций, СО3. Вот так он уходит, а здесь остается радикал. Ацетон получается в результате нагревания ацетата кальция. Вот таким образом, каждое уравнение у нас с вами написано, коэффициенты все расставлены, все соблюдено, структурные формулы изображены, и тогда вы получаете за этот переход 5 баллов. Внимательно. Если у вас, еще раз повторяю, даже у молекулы воды не стоит нужного коэффициента, это уравнение все целиком не засчитывается. То есть потери могут быть значительны. Поэтому относитесь внимательно ко всем реакциям к написанию. Время у вас на это выделено, и просто последить за тем, чтобы вы правильно сделали. Значит, для того, чтобы как следует это все выполнять, хотелось бы, чтобы вы при этом имели достаточный навык написания. Чтобы вы видели, что окислить альдегидную группу, нужно 2 моля реактива Толлинса. И, соответственно, тогда продукты вы все правильно укажете. И, соответственно, если у нас идет реакция с металлом, у которого степень окисления 2+, нам нужно 2 ацетатных иона. Видите? 2 ацетатных иона. Ну и, соответственно, сколько молекул воды выделится, тоже надо следить очень за этим. Ну и, соответственно, если вы все это внимательно посмотрите, все внимательно укажете, тоже это задание задание вами будет выполнено на 5 баллов. Вот у нас переход. Ну, наверное, этот переход, скажем так, наиболее так легко вами должен быть восприниматься, потому что здесь, соответственно, все знакомые абсолютно вам соединения могут быть. Как получить из 2-хлорпропанопропен? Прогалогенировать его. И водным раствором щелочи, водным раствором щелочи, обратите, пожалуйста, внимание, идет реакция омылиния. Затем эта реакция реагирует с натрием, это вещество реагирует с натрием, из которого мы можем получить соединение Х3, и потом из него получить соединение Х4. Может быть, некоторые реакции для вас будут необычными, но вы должны идти по логике следования этого превращения, и даже если вы одно из этих превращений не сможете указать, чтобы остальные были выполнены корректно, тогда число баллов все-таки для вас будет достаточно хорошим. Хорошим. Давайте проверим. Здесь очень неожиданное, конечно, окончание этого перехода. Но первая реакция, я думаю, что ни для кого не является сложностью. Обработка спиртовым раствором щелочи приводит к образованию алкена. Затем, если мы присоединяем брон, то он встает по месту положения кратной связи. По месту положения кратной связи. Следующая реакция – это обработка водным раствором. Водным раствором. Водный раствор – это реакция омыления. Вместо галогена у нас встает группа OH. Реакция омыления. Получаем 1,2-пропандиол. Если мы обрабатываем это соединение натрием, то у нас проявляются слабые кислотные свойства, но идет замещение этого атома водорода и этого атома водорода на атомы металлов. Ну и последняя реакция, конечно, может быть она для вас сейчас очень сложная, но посмотрите, пожалуйста. Если у нас идет воздействием электрического тока, то у нас таким образом убирается металл с кислородом, убирается, и остается две свободные валентности, вот здесь и здесь. И они объединяются и образуют циклобутановое кольцо. Увидели? Циклобутановое кольцо. И тогда это достаточно логично получается. Вот у вас получает циклобутан 1,3, так как он наиболее симметричный и более устойчивый. И тогда у нас еще выделяется кислород и остается в воде, в растворе остается натрия ОАЖ. Ну, надо сказать, что, конечно, водный раствор натрия достаточно легко идет омыление. Да, гликоляты, алкоголяты не очень устойчивые соединения. Ну, наверное, это водно-спиртовая среда. То есть такая реакция может быть осуществлена. Вот тогда вы должны предположить, что здесь идет образование свободной связи и здесь, и идет замыкание. Это не прямой, но все-таки аналог синтеза кольбы, которая под воздействием электрического тока образуются алканы из солей карбоновых кислот. Ну, может быть, это более сложная ситуация, но, тем не менее, вы можете предположить это из того, исходя, какая у нас структура взята для электролиза. Дальше у нас переход вполне, скажем, все реакции достаточно стандартные, которые вы изучали. Я думаю, что реакция с сановодородом тоже для вас не является новостью, поэтому мы вполне можем себе представить, что получается. Я сейчас достаточно быстро рассказываю, не даю вам времени подумать и ответить на поставленный вопрос, поэтому я вам рекомендую эти переходы, еще раз, не открывая решения, попытаться решить самим и сравнить с тем решением, которое вам предлагается. Если вы будете таким образом подходить к выполнению заданий, то у вас будет вырабатываться навык следования логики превращения органических соединений, что очень важно и что именно как раз и контролируется в этом задании. Как вы умеете на основании знаний о химических свойствах отдельных классов соединений построить цепочку взаимных превращений. Еще раз, вот можете закрыть решение. Сейчас я вам решение дам и объясню. Но вы можете его отдельно после занятия открыть и попытаться все это как следует написать. Тогда это называется работа над собой, над своими ошибками. Если вы выполняете все эти превращения без ошибок, то я вас просто поздравляю, вы готовы к выполнению достаточно сложного задания. Двигаем. Давайте двигаемся. Значит, вот у нас 2,2-дихлорпропан. Калиуаш спиртовый. Элиминирует аж хлор из соединения. И получается у нас пропин. Внимательно, с коэффициентами, еще раз обращаю ваше внимание, даже самый незначащий ничего коэффициент у побочного продукта органического синтеза может, в смысле, ликвидирует это уравнение как правильное. Вам не засчитают этот балл. Внимательно все проверяйте. Структурные формулы должны изображать. Структурные. Хотя, конечно, если вы здесь укажете С3H4, другого варианта нет. Нет другого варианта. Но все-таки, если вы начинаете и привыкаете, так это называется, корректная форма записи, и тогда вы, даже когда возникнет сложная ситуация, вы не ошибетесь. Гидротация тройной связи приводит всегда к карбонильным соединениям. Гидротация тройной связи в ацетилене дает альдегид. И это единственный алкин, который дает альдегид. Все остальные будут давать кетоны. Кетонную конфигурацию. Вот у нас получается кетон. Катализатором является ион ртути, что не очень, конечно, хорошо. Но вот здесь я прошу вас исправить. Мы проглядели. Вот эта двойка не должна быть присоединения одной молекулы воды. Одной. Вторая молекула воды уже здесь присоединяться не будет. Не нужна эта двойка. Затем вот эта двойная связь О, эта связь дает возможность молекуле кетона присоединять полярные молекулы. Здесь у нас на кислороде избыток электронной плотности. Он будет присоединять водород из этого соединения, который здесь является в электронном дефицитном состоянии. H плюс дельта. Значит, H пойдет сюда. А при этом СН пойдет к углероду, у которого освободилась валентность. И получится вот такое соединение, которое называется гидроксинитрил. С3Н. Это группа нейтрильная. В органической химии называется нейтрильная. Гидроксинитрил. И при омылении гидроксинитрила, при омылении группы СН, образуется карбоксин. То есть мы получаем сразу с вами производная карбоновой кислоты, то есть гидроксикислоту. И далее при нагревании этой кислоты с концентрированной серной кислотой происходит удаление молекулы воды. Вот здесь удаление молекулы воды. И образуется непредельная кислота. Дваметилпропеновая. Тривиальное название этой кислоты. Метакриловая. Может быть, вы помните, это образование органического стекла, прямой полимеризации вот этой связи, полиметилметакрилата. То есть это соединение, которое получается в промышленных масштабах, потому что полимер полиметилметакрилат обладает рядом уникальных, конечно, свойств. И самое главное, он прозрачен. Это прозрачное, еще его называют органическое стекло. Ну вот таким образом вы можете проследить, как можно получить полиметилметакрилат из достаточно исходных простых, то есть галоген алкана, начиная. Ну вот еще у нас один переход есть. Посмотрите, пожалуйста. Это фенол. Конфигурация фенол. Можно его перевести из ряда непредельных соединений в предельные? Можно. Это не очень склонно, конечно, бензольная структура переходить в предельное состояние, но можно на катализаторе гидрировать так, чтобы у нас получился насыщенный цикл. Затем обработка этого соединения концентрированной серной кислотой. Вы знаете, что это за аген, к чему он приводит в молекуле, какие изменения в строении. И затем какие реактивы могут привести к тому, что мы получаем соединение линейного характера, да еще в такой степени окисленности. Затем соль кальция. Образуется соль вот этой кислоты и кальция. И при нагревании этого соединения какое соединение получается. Отнеситесь, пожалуйста, внимательнее к этому переходу. Все реакции вы должны эти знать. Мы уже с вами некоторые не один раз писали. Обращу внимание на те, которые мы сегодня еще не упомянули. Значит, гидрирование. У нас получается предельное соединение. Ну и затем, что делает серная кислота концентрированная, да? И затем под влиянием какого реагента произойдет размыкание цикла и окисление концевых атомов углерода. Вот эти вопросы вы сразу должны перед собой поставить. Каким способом это достигается? Какими реакции? А затем, когда получается соль металла в степени окисления плюс 2, и что возникает, когда это соединение нагревают? Давайте рассматриваем этот переход внимательно. Все возможности для его выполнения у вас есть. Значит, первая реакция – это гидрирование, получение насыщенного цикла. Получается циклогексанол. Если на этот циклогексанол действовать концентрированной серной кислотой, произойдет дегидратация. Это дегидратация. И тогда замыкание связи вот между двумя соседними атомами углерода. Это циклогексанол. А вот эту реакцию, конечно, вы должны знать. Происходит, мы уже говорили о том, что двойная связь неустойчива к окислению. И в данном случае в результате окисления происходит разрыв цикла в этом месте. И концевые карбоксильные группы образуются. Концевые. Двухосновная карбоновая кислота. очень внимательно должны смотреть за тем, какие коэффициенты здесь. Их просто так подобрать достаточно сложно. Как вы уравниваете окислительно-восстановительные реакции в органической химии, я не знаю, как вам удобно. Если удобно, степень окисления. Если не очень удобно, то тогда полуреакциями тоже очень хороший результат дает уравнивание методом полуреакции. Но коэффициенты должны стоять и коэффициенты должны стоять правильные, чтобы вам это уравнение было засчитано. Затем эта кислота двухосновна, поэтому она образует соль с кальцием, не с барием, а с кальцием. Кальций здесь. И тогда при нагревании этой соли уходит кальций СО3 или барий СО3. Это одинаково. Механизм действий их одинаковый. Но если вы берете здесь кальций, а здесь покажете барий, вам эту реакцию не засчитают. Ну вот это уже можно засчитать, да? Тут все-таки здесь барий, тут барий. Я прошу вас, отнеситесь, пожалуйста, внимательно. Таким может быть с вашей точки зрения мелочам, но это внимательность и условия задачи. С кальцием, так с кальцием должно все происходить. Это в условии задачи. Нарушение вообще условия задачи в ЕГЭ, это считается очень нехорошей ошибкой, которая снимает баллы просто, скажем так. Легко. Значит, еще раз. Соль кальция. И при нагревании такой соли образуется вот такое красивое соединение. Циклический кетон, да. Вот. Все реакции вам, в принципе, знакомы. Может быть, только нагревание здесь вызовет какие-то размышления по поводу того, как происходит декарбоксилирование. Но это вы знаете. Мы только что разбирали на примере линейной структуры, когда уходит кальций-СО3. Точно так же уходит вот так, барий-СО3 уходит. Барий-СО3. И остается, замыкается вот здесь вот эта освободившаяся связь и вот эта. Получается пятичленный насыщенный цикл и С двойная О. Вот таким образом мы рассмотрели те задания, которые, с моей точки зрения, во-первых, содержат обязательно реакцию, может быть, для вас не вполне привычную. Поэтому еще раз рассмотрите все эти задания. Сможете ли вы это написать в вашей работе, если у вас попадет такая ситуация. Мы можем еще раз просмотреть все переходы. Значит, здесь у вас может быть вот эта реакция достаточно сложна. Внимательно отнеситесь к ней. Затем в других переходах другие реакции. И вот у нас еще переход, который, скажем, тоже включает в себя все известные для вас вроде бы среди реакции. Но как вы логику построения взаимопревращений построите, это уже покажет, насколько вы владеете этими реакциями. Значит, это у нас альдегид, окисление в щелочной среде, да, то есть перманганат не самый большой проявляет окислительно-восстановительный потенциал. Значит, мы можем здесь предположить, что получится соль, калия и соответствующие кислоты, бутановые. Затем, вот мы его получили, затем, как из этой кислоты получить нормальный гексан, нагревание на катализаторе хром-2О3, каким возможным соединением может привести, что это за реакция, когда она осуществима. Затем получить уже хлорбензол, все видите, да, хлорбензол. Значит, вот это бензол. Вот, можно еще раз пройтись с самого края, вот отсюда уже видно, вот здесь обозначено, что вы должны получить. Значит, отсюда это бензол. Значит, из нормального гексана нужно получить бензол. Вот условия. Ну и затем, как получить нормальный гексан из соли калия. Вот, внимательно просмотрев все эти варианты, сначала строите логически те соединения, которые могут образоваться, а затем приступаете к их написанию. Первое это у нас, да, альдегид. При окислении в щелочной среде здесь идет среда не очень большое количество щелочи, только для того, чтобы у нас получилась соль калия. значит, получаем путират калия, соль, масляные кислоты и калия. Внимательно посмотрите на коэффициенты, чтобы у вас все совпадало. затем соль калия, пропускается электрический ток и тогда у нас получается нормальная гексан, декарбоксилирование идет, это синтез кольбе, декарбоксилирование идет, выделяется водород на катоде и остается в растворе калиюаж. Значит, из гексана получить бензол, это можно реакцией, которая является одновременно дегидрированием и циклизацией. Из-за нормального гексана на хром-2О3 при нагревании образуется бензол. Бензол очень стабильная структура, поэтому эта реакция протекает достаточно при нагревании на катализаторе хром-2О3. Получили бензол, следующая стадия, это мы уже получаем хлорбензол. Вот здесь оно у нас указано в названии, и это нормально, вот мы к нему пришли. Значит, катализатор замещения электрофильного в кольце феррум-хлор-3, и соответственно у нас хлорбензол, получается, аж хлорреакция замещения в кольце, замещение. Следующая реакция, уже мы с вами говорили о том, что эта реакция может быть может быть это реакция замещения, омыления, а на самом деле, чтобы хлорбензол перевести вот в такое состояние, эта реакция называется реакция щелочного плава. То есть хлорбензол смешивается с твердой щелочью, и это сплавляется. Очень хорошо, что если это сплавление идет еще в токлаве при повышенном давлении. Почему? Потому что хлорбензол гораздо менее реакционно способен даже, чем сам бензол. Чтобы получить фенолят натрия вот таким образом поступают в промышленности. Фенолят натрия это промежуточное соединение при промышленном получении бензола. Дальше уже достаточно просто. Можно омылить, а можно немножко подкислить и получить уже фенол. Фенол промышленное. В промышленных масштабах получается соединение. Это важный продукт. Много где используется. Вы наверняка об этом знаете. Мы сейчас об этом с вами говорить не будем. Я просто говорю о том, какие знания вы должны применять при построении логики превращений. ну вот скажем так может быть я говорю что очень большая скорость прохождения но скажем я должна вам дать соответствующую информацию как вы ее усвоите как вы ее переработаете это зависит от вас. Вообще при обучении онлайн всегда зависит больше зависимость от успеха это обучающегося. Абитуриенты для того чтобы поступить должны активизировать все свои знания. И тогда вы все переходы которые мы с вами сегодня рассмотрим вы попытаетесь осуществить сами самостоятельно и проверить. Возможно вы найдете где-то отсутствие коэффициента. Должны еще раз проверить и убедиться. Если вы это сделаете значит вы очень осознанно относитесь к той информации которая поступает к вам из разных источников. Призываю вас к внимательности. Ну и осуществляем с вами следующий переход из пропанола 2 обработкой серной кислотой что получается. Затем уже перманганат в кислой среде сильнейший окислитель который осуществит то превращение которое должно быть нами рассмотрено. Соответственно затем взаимодействие с кальцио аж дважды к чему это приводит нагревание и гидрирование гидрирование давайте посмотрим все возможные превращения пропанол 2 дегидратирующий агент серная кислота образуется алкен алкен посмотрите пожалуйста это алкен двойная связь легко окисляется так как она находится концевая то у нас получится карбоновая кислота которая содержит 2 атома углерода и этот атом углерода перейдет в максимально положительно возможную степень окисления СО2 то есть это идет уменьшение углеродного скелета окислительное уменьшение углеродного скелета идет отщепление СО2 декорбоксилирование если бы мы с вами имели исходные какие-то кислород содержащие соединения а здесь у нас окисление по месту положения двойной связи получается уксусная кислота и СО2 ну и дальше продукты которые всегда наблюдаются при взаимодействии подкисленного перанганата калия затем идет реакция уксусной кислоты и кальция соль ацетат кальция ацетат кальция мы уже писали сегодня с вами такую реакцию при нагревании образует ацетон а затем при восстановлении ацетона образуется вторичный спирт вот внимательно все эти реакции здесь конечно катализатор гидрирования катализатор гидрирования вы должны знать это платина и любой платиновый металл палладий никель какой вам больше нравится потому что все они являются катализатором гидрирования и дегидрирования они активируют водород и вот тогда мы гидрируя ацетон получаем вторичный спирт при гидрировании ацетона вот внимательно все у нас эти реакции знакомы мы даже сегодня уже писали многие из них и обращала ваше внимание что кены с концевую связью уменьшаются на один атом углерода цепи вот все эти реакции написанные с учетом малярных коэффициентов и соответственно тогда у вас все эти реакции будут иметь оценку один балл и в сумме вы получите пять баллов за за этот за переход взаимосвязь органических соединений взаимопревращения пожалуйста еще раз вас предупреждаю если у вас есть какие-то ошибки в коэффициентах значит тогда это это уравнение не засчитывается поэтому пожалуйста внимательно отнеситесь ко всем заданиям и я думаю что тогда у вас будет ваш экзамен успешно сдан успешно сдан я желаю вам успеха желаю чтобы вы внимательно отнеслись к своим заданиям и ваш объем знаний позволил бы вам получить максимальное число баллов спасибо за внимание всего вам доброго и успехов на вашем пути спасибо